приветствую дорогие друзья с вами Эдуард Боков и сегодня шестой день моего поста на соках и жидкостях я вам хочу я хочу с вами поделиться своими впечатлениями своим состоянием и тем что что я собственно принимаю как пищу в данном случае пост мой на соках сок молоко кефир и водичка то есть еще иногда чайок там коктейльчиками балуют меня иногда но на данном этапе вхождение в пост пост многоэтапный у меня будет вхождение пост оно отличается от самого процесса такого дальшего поста тем что мне нужно первое что это вычистить кишечник то есть когда я уже вычищу кишечник полностью там все закомарки мои все в общем кишки должны быть чистые как у младенца и тогда я со спокойной совестью могу уже пить водичку без всякого сомнения что там внутри меня какая-то гадость разлаживается раскладывается на части и происходит какое-то отравление в принципе это отравление естественное для нас и в большинстве случаев ту лень которую мы испытываем она происходит только из-за того что внутри нас происходит это отравление быстрое вывод продуктов которые мы кушаем это гарантия того что организм будет чистый чистый в понятии не отравленный прежде всего потому что представьте себе что когда нас попадает пища она разлагается прежде всего на различные части с помощью химических реакций обычно если есть какие-то реагенты то есть желудочный сок называемые кислоты когда пища разлагается с выделением энергии химические реакции знаете по химии иногда если помните что выделяется тепло и это тепло выделяется из пищи то есть она также как атомная реакция распад ядра то есть выделяем огромного количества на химические реакции тем характеризуется что элементы которые мы принимаем распадаются и выделяется определенное тепло которое разносится всеми помощью определенного механизма по всему телу и таким образом мы функционируем и имеем те 36 и 6 которые необходимы нам для нормальной жизни так вот я отказался от твердой пищи для того чтобы первое это у меня многолетние уже занятия и изначально что мне нужно это прежде всего физическое совершенство увеличить свои физические возможности потому что шнурки завязывать тяжело когда или там ходить или отдышка появляется и тогда необходимо просто необходимо привести свой организм свое тело состояние более адекватно а для этого нужно прежде всего делать так чтобы внутри не осталось ничего что могло бы навредить а навредить может прежде всего процесс гниения то есть когда пища уже выходит из желудка она идет в кишечник там свои процессы происходят но когда большое количество этой пищи она в принципе начинает гнить и хоть хотим мы не хотим но эти продукты распада это естественный процесс во многих случаях и все зависит только от скорости прохождения и от возможности перерабатывающей наших если мы будем очень много кушать то проблемы возникнут рано или поздно начнутся проблемы потому что обжорство это один из основополагающих бехов человек потому что сам убивает свое тело и вот второе что главное это это именно оздоровление тела полностью мобилизация тела для нормальной жизнедеятельности убрать лень многим я знаю уверен что понимаете меня многим лень мешает жить что-то сделать вынести ведро любая вещь которая нужно сделать казалось бы да там заботчик пойти починить или на балкончике что-то там порядок навести все сделать норм привести то есть нормальный человек скажи все эти наши движения тормозятся ленью то есть мысль почему это происходит если мы посмотрим на детей они очень жизнерадостные и они ну скажем так жизнерадостность оставим но они энергичны почему потому что они них еще чистый кишечник чистый они много двигаются и одновременно когда они покушают их нормально не происходит отравление вот так внутренне не происходит и есть энергия энергия забирается у тела только из-за внутреннего отравления нашей пищи тем что мы принимаем и даже если человек считает что мало кушает все равно процессе если двигается мало двигается за этим идет что сердечный ритм слабый и кровообращение слабое кровообращение это прежде всего заведует вводом и выводом всего процессе этой переработки нас тело как фабрика хорошая как электростанция она работает у нее есть шлак который нужно вывозить вовремя давать питание энергию давать и вот эта фабрика если плохо работает тогда пища даже если мы мало кушаем потихонечку потихонечку откладывается там кишечник не очень сильно работу свою знает тогда в этом случае просто это механизм это естественный механизм если мы его сами своим мозгами своими сознанием своими не будем подталкивать заставлять это будет как ленивая собака или кот там по гороскопу кто угодно мы там по гороскопу вот и вы себя так можете соотносить ассоциировать себя с каким-то животным так вот это животное может быть ленивая страшно тело это есть живот есть сознание которое думает и оно может думать его как бы возможности неограничены а все ограничивается тем чем телом тело начинает лениться тормозить а из-за чего из-за того что происходит отравление нормальном у нормального человека в принципе вот ведущего активный нормальный образ жизни кушает немного не употребляет допингом а что такое допинг это сахар это водка то есть все концентрированные человеком сознательно концентрированные вещи допустим если зерно размели вот зернышко есть можешь его скушать хорошо можешь горсть скушать насколько позволит твой желудок да ну и хочется это не хочется насыщение придет но у нас уже все готово зерно размели но в хлеб и это горстка хлеба который я одна которая ты съешь съел бы она оказывается только одним кусочком который ты откусываешь и вот если ты съедаешь большой кусочек хлеба это значит и так приличное количество этих углеводов так называемых то есть не само по себе вредно что тот или иной продукт нет все может быть как во благо все зависит от количества именно от количества поэтому человек не двигается идет малоподвижный образ жизни и кушает много углеводов хлеба а тем более сахара является но чистым наркотиком и вот тогда появляются проблемы тогда начинается болезнь цивилизационная болезнь не лечится медицину сейчас в этом выпуске не будем трогать потому что у меня накопилось очень много вопросов этой медицины далее и философию и задурманивание которое они вводят но главное что нужно стоп сделать для для начала хотя вода сахара не говоря уже там хлебополочных изделий в которых половинка только от этого сахара дозы если ложка ложка сахара это значит половина этого продукта хлеба где-то так не будем вдаваться в подробности но смысл такой что все знают да но большинство взрослых людей понимают что когда с алкоголем человек переборщит или же он начинает его какое-то время употреблять потом происходит такое обстиненция как у обычных наркоманов вот и процесс плохого самочувствия может продолжаться довольно длительное время реабилитация это длительный процесс но вот вы как люди как человек который кушает сахар постоянно если сахар в любом его виде конфеты там в любом видео убрать то наступит точно такая же обстиненция как в алкоголе то есть водку делают из сахара то есть это то же самое это тот же самый продукт еще более концентрирован это как можно сравнить опиумный мак с этим морфином а потом героин в этой точно так также и происходит с сахаром если ты сладкое яблочко съел или горечка там сладкого там кусочек съела это нормально твой желудок представлен выработан уже за три миллиона лет такой способ его жизнедеятельность выработана что он не примет больше тему чем может природа дает нужно регулярно употребление чтобы злоупотребить очень сложно человек же умный он придумывает разные вещи поэтому он придумал вот сахар а попробуй не кушать сахар тебе станет плохо у тебя наступит такая же обстиненция как у наркомана в этом все проблемы учителя особенно младшей класса не особенно вообще младшей класса вообще многие знают и и говорят что детям не давали сладости перед уроком маленькие потому что у них повышается физическая активность они и не такие закомплексованные как мы поэтому они бегают прыгают и энергия этой израсходовать расходуется а мы же что съели сахарку и потихонечку там что-то там чухаем на двух ножках своих как на палочках ходе мышцы не работают мы сдерживаем себя мы не можем позволить себе скакать как дети потому что скажут придурки у нас есть фактор сдерживающий и поэтому это особенно вредно это откладывается наш на нашем эмоциональном состоянии мы бы хотели тело бы и нужно было бы ему эту энергию скинуть себе да то есть использовать реально но мы привыкли сдерживаться в рамках и поэтому возникают психологические проблемы энергии много и начинают мысли быстрее летать и мы теряемся в них эмоции приходят страх зависть ревность злость желание эгоизм наш такой начинает начинаем там недовольными быть и причиной всему этому только не являются вот эти допинги которые или же использовать можно как для тренировки или же вообще исключить их потому что они в принципе не нужны вот и я таким образом вот сейчас прохожу реабилитацию по полугодовому обжорству когда я ни себя ни в чем не обделял и кушал как мне хочется и таким же образом я уже поступаю много лет то есть кушаю и потом пащусь кушаю и пащусь с одной стороны это развивает как бы волю потому что я думаю что мало найдется людей которые там пару дней могут без пищи обходиться или даже на этих же соках я как белая ворона губежу хотя для меня это вполне естественно мне не нужно кушать я могу я последний раз 76 дней два с половиной месяца вот так таком режиме ну еще раз повторяю почему этот изначально вот эти все ингредиенты кефир молочко сок и вода почему потому что первый этап всегда самый важнейший этап это нужно очищение кишечника то есть кишечник посмотрите в интернете кишечник картинку клик посмотрите как он устроен он устроен так что эта труба идет и она перетянута такими мышцами и вот между мышцами вот есть такие мешочки там в этих мешочках огромное количество остается остатков этой нашей пищи которая слеживается которая становится каловым камнем очень сильно думаем почему мы ленивы почему нам не хочется двигаться да у нас отравление у нас хроническое отравление беру же вирус это моя больная тема потому что хотелось бы мне опыт реальный провести лично мне на все обзор такой знаете всесоюзный провести обзор которым мы взяли людей которых заставили потренироваться сильно да у которых так называемая крепонация то есть мышцы начинают болеть это значит распадаются клетки начинают они растворяться то есть образуется процесс процесс внутреннего разложения потя органики и там выделяется кислота и эта кислота не успевает выводиться крови вот поэтому наступают такие вещи я хотел бы взять того человека который который вот таким образом натренировался который все болит взять зараженного вирусом гриппа зараженного вирусом вич зараженного туберкулезом все подтвержденные диагнозы и взять чтобы они прошли все тесты на все вирусы которые только существуют это представьте моя мечта не просто хочется посмотреть чтобы каждый из там атипичная пневмонии вакцинированной той или иной той самой 10 20 человек должны пройти публично все тесты на птичий гриф на обычный гриф на коронавирус на иболу на все что только существует и посмотреть какие они дадут результаты публично должна быть публичность нам уже голову настолько заморочили этим всем а в принципе очень до смешно может дойти что тесто эти они просто напросто имеют химическую формулу и реагируют определенную реакция происходит на определенные на кислоту допустим и вот существует эта кислота в теле коронавирус или там птичьи грибы и вот эти все тесты проверить на этих конкретных людях и тогда публично будет все понятно и ясно потому что черная магия творится в медицине в отношении коронавируса и эпидемии надо публичностно вот а пока я вот таким образом себя лечу и свою семью у нас нас конечно нет чтобы я обычно сам пащусь иногда жена подключается иногда уже старшая дочь малышей им как бы не надо это но они присматриваются вот зимой больше острого добавляют пищу добавляем пищу перчик разные приправы разное разное много и таким образом мы проходим зимы без болезни и даже без соплей вот метод жизни то есть само лечение но предупреждаю вас само лечение вредно на само лечение только лечение теми той химии который выпускает медицина вот это вредно и я согласен с медициной а вот мое само лечение это не лечение это простая жизнь есть такое понятие пост все уважают это понятие пост можно назвать это диеты можно как угодно назвать можно приклеивать какие-то религиозные термины события или мысли философию какую-то к этому но пост есть пост его придумали люди для чего для того чтобы быть здоровым когда нужно чувств почувствовать вкус жизни они постоянно быть недовольным ходить и и плохие мысли вокруг себя распространять никто не любит больных людей тем более психически вокруг себя на мир создаем свой именно своими мыслями а наши мысли очень большой степени зависит не только от нашего направленности какой-то программности внутри нас что мы тебе задают какую-то программу а именно от тела от того что тело здоровом теле здоровый дух вот такая вот хороший лозунг вместо других тысячу каких-то там политических или религиозных здоровом теле здоровый дух и для этого нужно приложить некоторые усилия это не сразу делается и постепенно за много-много лет можно просто напросто не замечать что ты не позавтракал и выпить стакан молока вместо завтрака я молоко не пью в повседневной жизни просто сейчас когда тело недополучает того что она имела где мясо овощей каш там и есть там чего чего попала рыба молоко воспринимается как благо какое-то в принципе молоко не особо оно для меня даже запах имеет странный а сейчас вот я употребляю и употребляю его еще потому что смесь молока и сока ведет к реакциям которые вычищают кишечник вот такая вот небольшая лекция и вам советую и найдите себе ту мысль и которая вас приведет к здоровью лень хорошим ничего не приведет только недовольство слабость и все такое нужно шестой день шестой день вот только на одни жидкости ничего и и два месяца пройдет и три я могу вечно на этом сидеть но просто где-то в голове сидит мысль что ох как хорошо бы салатик какой-то со сметанкой или там самый кусочек миска шашлычок хорошо и я допускаю что принципе это очень хорошо и все будет но дисциплина моего тела в моих руках тело должно слушаться меня я не являюсь только телом я еще у меня есть то что думает здесь внутри того же вам желаю всего хорошего до завтра